Топ 10 плагинов для CMS WordPress Нет, вместо этого я постарался составить топ из наиболее интересных, на мой взгляд, бесплатных плагинов, с которыми легко работать и которые действительно окажутся полезными на практике. Хотя некоторые из них будут платными, но об этом я сразу сообщу. И еще кое-что. Если вы узнаете о полезном плагине, о котором ранее не знали, то ставьте лайк. Если же окажется, что вы знали обо всех плагинах или полезного для себя не нашли, то все равно ставьте лайки. Да, и еще. Предлагайте свой топ 10 лучших плагинов для WordPress по вашему мнению в комментариях. Ну или просто пишите о нечестно забытых отличных плагинах, дабы все о них узнали. А перед началом хочется сказать, что если вам нравится CMS WordPress и вы хотите лучше в ней разбираться, либо посмотреть еще топы по этой теме, то советую вам подписаться на канал Быть Программистом. Это канал WordPress Программиста, элит автора с площадки в MForest Александра Сакирки, где он делится своими знаниями, опытом и отвечает на вопросы зрителей, а также палит интересные фишки. Ссылку на его канал ищите в описании под роликом. Поверьте, я искал плагин для интеграции Плюса Шер в WordPress, но не нашел его. Если вы такой знаете, пишите в комментариях. Но что я нашел и чем нередко пользуюсь, это плагин Яндекс Поделиться. С его помощью вы легко сможете интегрировать в свой блог кнопки шеринга от Яндекса в самых популярных соцсетях Рунета. Настроек у него практически нет, потому и пользоваться им будет крайне просто. Плагин Breadcrumb NavXT является наследником Breadcrumb Navigation XT. И будучи переписанным с нуля, он стал лучше и быстрее. С его помощью вы сможете легко вывести хлебные крошки у себя на сайте, что по идее неплохо повысит его оптимизацию в глазах поисковиков и не только. Активных установок у этого плагина уже больше 700 тысяч, что говорит о нем многое. Этот плагин платный, говорю об этом сразу. Но я не мог не включить его в наш топ, просто потому что а. он крутой и б. все можно достать бесплатно. Ладно, я шучу. Не надо качать платные плагины бесплатно из левых мест, так как этим вы по сути гарантируете своему сайту заражение каким-нибудь бэкдором, а значит кучу проблем. Тем более, что стоимость плагина не очень велика. С его помощью вы сможете выводить попапы в нужный момент, например, когда пользователь дочитает статью до конца или когда попытается уйти с сайта. В этом попапе вы можете предложить, например, пользователю подписаться и получить какой-то премиум контент бесплатно. Судя по популярности этого плагина, email маркетинг снова на коне. У этого плагина больше 1 миллиона активных установок. С его помощью вы можете бэкапить свой WordPress сайт так, как только захотите. По требованию, по расписанию, частично, полностью, на FTP, на почту, в облако. В общем, настройка у него хватает с лихвой. К тому же, он позволяет восстановиться с бэкапа. И именно эта возможность отличает Updraft Plus от множества других бэкап-плагинов для WordPress. Я думаю, все знают популярный блог Кама по WordPress. А это один из его авторских плагинов для WordPress. С его помощью вы можете вставлять красивые ссылки на скачивание файлов, а зачем отслеживать, какой файл сколько раз скачали. И даже выводить на основе этих данных топы. Устанавливается и настраивается плагин крайне легко, что делает его удобным в использовании. Но если чутка модифицировать его программно, то можно вообще, например, запретить скачивание, если у человека включен AdBlock. Это огромный плагин для интеграции вашего WordPress-блога с социальной сетью ВКонтакте. С его помощью вы сможете сделать, пожалуй, все. Начиная с автоматического кросс-постинга, работы с опросами, комментариями и заканчивая шейрингом, социальным замком и кучей других плюшек. Для владельцев связных групп ВКонтакте этот плагин просто must be. В описании я также оставлю ссылку на статью по настройке этого плагина, дабы вы не блуждали попосту и не тыкали ни на те кнопки. У этого плагина уже больше 2 миллионов загрузок. Он предлагает комплексную защиту вашего WordPress-блога. Здесь есть практически все, начиная от фаервола, фильтрации трафика, двухэтапной аутентификации и заканчивая антивирусом, поиском бэкдоров, анализом трафика, центром советов, интеграцией с топовыми плагинами типа WooCommerce и так далее и тому подобное. Плагин WoodFans Security огромный, поэтому придется в нем покопаться. Но вместе с этим он дарует крайне высокий уровень защиты как от популярных видов атак WordPress, так и от менее известных и специфичных. Очередной платный плагин в нашем списке. Кстати, от тех же авторов, которые сделали плагин OptinPanda. Поэтому если поставите оба, между ними будет крутая интеграция. В общем, с помощью этого плагина вы сможете блокировать доступ к определенному контенту до тех пор, пока человек не поставит лайк, не твитнет или не кроспостнет записи в выбранную соцсеть. При правильном использовании этот плагин очень даже неплохо повысит ваш трафик и общую конверсию. Особенно полезным он будет для сайтов, каталогов файлов и различных закрытых материалов. Когда речь заходит о локализации WordPress сайта, то в первую очередь все вспоминают платный плагин WPML. Конечно, он очень крутой, но далеко не у всех есть возможность платить за плагины, тем более за плагин по локализации. Поэтому я достаточно давно уже нашел отличную замену для WPML. Это плагин Polylang. С его помощью вы крайне легко и гибко сможете перевести свой сайт на разные языки и добавить кнопку смены языка. Помимо всего этого, плагин имеет интеграцию с WPML и предоставляет широкий функционал для WordPress программистов по настройке тем и плагинов с поддержкой Polylang или WPML. В общем, Polylang был создан как отличная бесплатная альтернатива для WPML. И мне кажется, им это удалось. Наверное, большинство из вас уже поняли, какой плагин я поставлю на первое место. Shortcodes Ultimate занимает первые места практически во всех топах. И мне кажется, что это вполне заслуженно. Ведь он предоставляет вам совершенно бесплатно более 50 новых шорткодов. Конечно, не все из них работают адекватно или так, как вам хочется, но большинство — да. Тем более, если тема их поддерживает. И это не говоря уже о довольно крутом API для разработчиков. Так что первое золотое место в нашем топе заслуженно занимает плагин Shortcodes Ultimate. А на этом наш эпичный топ подходит к концу. Все ссылки на показанные плагины ищите в описании под роликом. Не забывайте также писать в комментах о крутых, по вашему мнению, плагинах, дабы все о них узнали. И да, не забывайте подписаться на канал «Быть программистом». Там прямо сейчас вы найдете очередную пачку вкусных топов по WordPress. А на этом, пожалуй, все. У микрофона был Хауди Хо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом ролике друзьям. И, конечно же, удачи вам в том, чтобы не словить бэкдор на левых сайтах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...